Эстафета памяти «Салют Победе» проходит во всех 16 поселениях района. Она сопровождается различными патриотическими мероприятиями, театральными постановками, выставками, уроками мужества. В Новоивановском главные торжества состоялись в Немчиновском лицее. То, что мы делаем каждый месяц, каждый день в течение года, чтим память наших героев, Советского Союза и нашей Родины, это дорогого стоит. Под звуки виолончели началась концертная программа. Сюжетные сценические номера сменяли друг друга. Юные и взрослые артисты отдавали дань памяти героям Сталинградской битвы. Именно ей посвящен четвертый этап эстафеты «Салют Победе». Шел солдат, предать не зная, Шел солдат, друзей теряя, Часто бывало, шел без привала, Шел берег солдат. Сталинградская битва, согласно общему мнению историков, ознаменовала собой коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. В феврале исполнилось 75 лет с момента победы советских войск в этой битве. Она развернулась на огромной территории в 100 тысяч квадратных километров. Продолжалась 200 дней и ночей. С обеих сторон в ней участвовало свыше двух миллионов человек, до двух тысяч танков, более двух тысяч самолетов и 26 тысяч орудий. Сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный героизм. Участниками концерта в лицее стали педагоги и школьники, ветераны, представители местных органов самоуправления, депутатского корпуса, православного духовенства и общественных организаций. «Не придет мне, скажет мама, я живой, не печалься, дорогая, я с тобой». Под звуки марша юно-армейцы из Заречья вручили главе ново-ивановского поселения символы эстафеты, копию знамени Победы, капсулу со священной землей Сталинграда и стальной нагрудник советского воина СН-42. Завершится акция «Салют Победе» в мае поездкой в город-герой Волгоград. Анна Макарова, Станислав Трейфонов, телекомпания «Одинцова».